В центре внимания освоение углеводородного потенциала Ненецкого округа и прилегающего шельфа в Наринмаре стартовала международная конференция. С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Освоение углеводородного потенциала Ненецкого округа и прилегающего шельфа. Состояние проблемы перспективы. Этой теме посвящена международная конференция Евроарктика 2015, которая сегодня стартовала в Наринмаре. В первый день участники обсуждают вопросы освоения углеводородного потенциала Арктики, в том числе и на территории Неницкого округа, перспективы развития нефтегазодобывающего сектора в регионе и вопросы экологии и рационального природопользования. В конференции принимают участие 135 человек, среди которых представители органов власти, научных организаций, недропользователей, работающих на территории округа. Большая встреча органов власти местного, регионального и федерального уровней, научных организаций и нефтегазовых компаний проходит раз в два года и собирает участников для консолидации усилий в области устойчивого развития нефтегазодобывающей отрасли. На сегодняшний день касательно недропользования у нас есть два основных пути развития. Первый – это, безусловно, увеличение добычи на существующих месторождениях, освоение новых месторождений, произведение геологоразведки на неослойных территориях, есть нераспределенный фонд месторождений. И очень радует, что наши недропользователи сегодня наращивают объемы добычи. Это, прежде всего, Роснефть, Башнефть, Роснефть, Петро. В следующем году две новые скважины, и мы надеемся получить определенный результат по компании «Востокнау». Второй путь – это, безусловно, развитие инфраструктуры. И, прежде всего, это транспортная инфраструктура, транспортировка и углеводородов, и транспортировка генеральных грузов. Перспективы развития сырьевой базы округа и прогноз новых направлений геологоразведочных работ на территории региона и прилегающем шельфе обсудили на пленарном заседании представители нефтяных компаний, Департамента природных ресурсов Ненецкого округа, Тимана-Печорского научно-исследовательского центра, Сколковского института науки и технологий и Всероссийского нефтяного научно-исследовательского института. Безусловно, перспективы есть. Сегодня уже подготовленный к освоению нефтегазовый потенциал не в полной мере востребован на территории округа. Добыча, которая может быть обеспечена за счет уже разведанного потенциала, конечно, она, безусловно, даже при небольших темпах, 2-2,5% может достигать до 20 миллионов тонн в год. По словам Олега Прищепа, этот потенциал может существенно наращиваться как в новых малоизученных районах, так и в старых, где уже развита инфраструктура за счет переоценки тех работ, которые были выполнены в 80-х годах. Один из таких старых районов – Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция. Треть ее ресурсов находится на территории республики Коми, еще две трети их – на территории Ненецкого автономного округа. В настоящее время там открыто более 200 скважин. И, как считают представители геологоразведки, таких скважин на территории провинции может быть в два раза больше. Но перспективы громадные еще. Но, правда, изученность уже где-то порядка 50%. Это имеется в виду те запасы плюс те объекты, которые уже сегодня подготовлены к бурению. А в целом, еще, считайте, половина того, что еще неизвестно. Особенно крупные компании, такие как «Лукон», «Башня нефть», «Востокна», сейчас «Россия Петра» серьезно занимаются над тем, чтобы расширить свои границы, свои лицензионные участки и выходить на новые территории. Для привлечения новых инвесторов и увеличения объемов продукции нефтяных компаний, работающих в округе, региональным парламентом только в этом году приняты два закона о внесении изменений в окружной закон – об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Также на рассмотрении сегодня в Государственной Думе находится проект закона, инициированный Астраханской областной думой и собранием депутатов Ненецкого автономного округа, предусматривающий расширение круга потенциальных пользователей участками недр континентального шельфа Российской Федерации. Спикер также отметил, что на этой конференции рассматривают не только задачи, стоящие в сфере развития нефтегазовой отрасли, но и затрагивают актуальные вопросы экологии и подготовки кадров. Сколковский институт науки и технологий – один из центров кадровой подготовки специалистов для тех отраслей, где применяются нестандартные решения. С переходом нефтедобывающей отрасли на новые технологии спрос на узкопрофильных специалистов только возрастет. Особенность нашего центра состоит в том, что мы – международный университет, и мы очень глубоко интегрированы в международную науку. Среди наших партнеров очень много лучших университетов, которые работают в области петрульного инжиниринга. И мы включаемся тогда, когда вот эта проблема, которая возникла, не может быть решена в существующих центрах. В освоении углеводородного потенциала рассмотрели и человеческий фактор. С развитием технологий должны меняться условия труда, средства защиты и профилактики здоровья. Уже сегодня международные стандарты по рабочей среде в Арктике включают такие пункты, как медицинская реабилитация и психологический отбор. Арктику осилит только здоровые, поэтому в этих суровых климатических, и причем на фоне этих климатических условий еще и производственные факторы, вредные факторы, поэтому человек попадает в такую двойную зависимость от факторов окружающей среды, и поэтому он быстрее подвержен различным заболеваниям. Завершает первый день форума закрытое мероприятие. На нем представители региональной власти, работодателей и вузов поговорят на тему целевой подготовки высококвалифицированных специалистов. На следующий день работа форума начнется с пленарного заседания, где выступят представители Министерства природы России, Ухтинского технического университета, российских и зарубежных компаний, Всемирного фонда защиты дикой природы. Затем участники встретятся на круглом столе и тренинги. Итогом мероприятия станет резолюция, консолидирующая точки зрения экспертного научного сообщества, недропользователей и органов власти. Валентина Чибичев, Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Минстрое одобрили новую концепцию ценообразования в строительстве. Уже в следующем году объекты, которые строятся на бюджетные средства, можно будет возводить гораздо дешевле. Подлежат передачи. В округе продолжаются дискуссии о перераспределении полномочий в области образования с муниципального уровня на региональный. В Минстрое одобрили новую концепцию ценообразования в строительстве. Там задумали настоящую революцию в ценообразовании, в результате которой можно будет сэкономить сотни миллионов рублей бюджетных средств. Уже в следующем году объекты, которые строятся на бюджетные средства, это детские сады, дороги, медицинские центры, новые стадионы, можно будет возводить гораздо дешевле. Освободившиеся деньги можно вложить в новые социальные проекты, предположили эксперты российской газеты. У государственных органов и подрядчиков появится единый механизм как детализированного, так и укропненного ценообразования в строительной области, основанный на мониторинге и актуализации текущих ценных ресурсов, оборудований, материала и труд с помощью современных, единых для отрасли методик расчета. Сегодня эксперты центра используют лишь 400 сметных нормативов для строительных материалов и монтажных работ, которые не только не помогают оптимизировать затраты, но и заметно увеличивают стоимость строительства. В будущем же в Минстрое планируют учитывать все эти детали и задействовать аж 300 тысяч сметных нормативов. Эта новая схема позволит поэтапно перейти с устаревшего индексно-базисного метода к более современному и более объективному ресурсному методу. Реформа ценообразования затронет все объекты бюджетного строительства. Это дорожная и транспортная инфраструктура, метро, аэропорты, порты, объекты социальных отраслей, объекты городской инфраструктуры. Если взять наш субъект, где нет вообще дорог с выходом на Россию, где у нас болото, здесь нужно, как мне кажется, относиться, скажем так, не ко всем одинаково. Допустим, на юге, там квадратный метр дороги гораздо дешевле, чем у нас здесь. У нас одна доставка чего стоит? У нас же речными судами везут битум, везут ПГС, а с песком у нас не все так хорошо, с строительным песком. То есть здесь нужно уже над этим вопросом поработать с каждым субъектом. Как сообщили в Минстрое, реализация концепции планируется в три этапа, основной из которых приходится на 2016 год. Депутаты городского совета снизили налоговую нагрузку для наринмарских предпринимателей, работающих в определенных сферах бизнеса. Решение было принято на очередной сессии горсовета. Действовать нововведения в области налогообложения начнут с 1 января следующего года. Согласно решению городских депутатов, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципалитета будет снижен. В два раза с 15 до 7,5% понизится ставка для предпринимателей, которые занимаются ремонтами чисткой обуви, ремонтом металлоизделий, оказанием услуг бань, душевых, прачечных и химической чистки. Еще для четырех видов деятельности – ремонт и пошив швейных изделий, текстильной галантереи, ремонт изделий из натурального и искусственного меха, ремонт мебели, ремонт и техническое обслуживание бытовой и радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов – ставка налога будет снижена на третьем до 10%. По оценке мэрии, потенциальные потери бюджета составят около 66 тысяч рублей в год. Это всего лишь 0,1% от годового объема поступлений от единого налога на вмененный доход в городскую казну. Но, в свою очередь, простимулирует предпринимателей, занимающихся оказанием этих услуг, выйти из тени. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В соответствии с 95-м окружным законом, школы и детские сады Нарьинмара должны перейти под крыло округа. Несмотря на то, что уже заканчивается переходный период, данный городу для решения вопросов по передаче полномочий, решения до сих пор нет. Тем временем, бюджеты на 2016 год уже сверстаны и проходят обсуждения. В городской казне деньги на обеспечение работы образовательных учреждений не предусмотрены, в то время как около полутора миллиардов на эти цели заложены в казне региона. С выступлением о необходимости рассмотрения вопроса о передаче имущества образовательных учреждений в ведении региона вышел депутат горсовета Сергей Свиридов. На сегодняшний день есть дорожная карта, которая подписана мэром города Нарьинмара и заместителем губернатора, который курирует деятельность департамента образования. Там предусмотрено по данной дорожной карте внесение на осмотрение городского совета вопроса о передаче имущества в октябре месяце. К сожалению, сейчас заканчивается ноябрь, и этот вопрос городсовет не внесёт. 95-й окружной закон о перераспределении полномочий вступил в силу с 1 января текущего года. Но город получил переходный период сроком на один год в сфере образования для подготовки и переоформления всех необходимых документов. Городская исполнительная власть не предпринимает своевременных шагов, что может привести в первую очередь к срыву образовательного процесса в начале 2016 года. С 1 января у города просто не будет средств для обеспечения работы школ и детских садов, в том числе выплаты зарплат педагогам и сотрудникам учреждений. Городская администрация этот процесс не сможет обеспечить в связи с тем, что средства на это невозможно будет пересмотреть. Как я уже отмечал, необходимость обеспечения этого процесса обходится в миллиард 400 миллионов. Городской бюджет на следующий год будет сформирован по доходам в размере не более 700 миллионов рублей. Учитывая, что к этому еще необходимо исполнять полномочия, которые также остались в городском округе, мы прекрасно понимаем, что этих средств будет недостаточно. В окружной казне на 2016 год эти средства предусмотрены в расходной части бюджета. В администрации Наринмара всю суть ситуации понимают, но с передачей пока не торопятся. Скажем так, пауза была выдержана в год, и я не совсем до конца понимаю то, что сейчас происходит. По крайней мере, на части администрации нам первый зам главы города заявил, что полномочия будут в конце концов переданы. Город, ну скажем так, собственными доходами обеспечить учебный процесс действительно не может. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь надо прислушиваться и к аргументам, которые выдвигает, скажем так, глава города в том числе. Мэр города Татьяна Фёдорова в качестве аргументов приводит, что передача полномочий по образованию приведёт к нарушению исполнения отраслевого федерального закона об образовании. В октябре Верховный суд Российской Федерации поставил точку в споре мэра города с администрацией региона о правомощности 95-го окружного закона о перераспределении полномочий. Высшая судебная инстанция оставила решение окружного суда в силе, оставив апелляцию без удовлетворения. Иными словами, 95-й закон был признан соответствующим федеральному законодательству, а значит, обязательным к исполнению. Мы надеемся, что у нас председатель городского совета услышит, в рамках нашего письма примет решение о назначении очередной сессии на 3 декабря, и мы это решение всё-таки примем. И всё-таки дети у нас смело смогут пойти в школы, детские сады и прочее после начала следующего года. Алена Валей, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Ненецкая телерадиообещательная компания стала лауреатом престижного конкурса «Смиротворец». Фильмы жизни наших земляков в годы Великой Отечественной войны жюри конкурса оценили высоко. Наша телерадиообещательная компания победила во всероссийском конкурсе «Смиротворец-2015». Документальный фильм режиссёра Марии Кравченко в условиях военного времени стал лауреатом в номинации «Нация победителей. 70 лет победы в Великой Отечественной войне». В конкурсе «Смиротворец» ежегодно участвуют федеральные, региональные, а также национально-культурные СМИ. В этом году за победу в различных номинациях боролись 764 средства массовой информации. В 11 номинациях лауреатами стали всего 37. Среди них и Ненецкая ТРК. Да, конечно, эмоции зашкаливали, потому что быть лучшими из 10 тысяч работ, прислённых на конкурс, это да, это очень серьёзно. Мы очень рады, что нашу телекомпанию считают одной из сильных, мощных компаний, сказали. И я очень рада, что историю подвига простых женщин, детей города Наринмара в годы Великой Отечественной войны узнали в России. Все были потрясены этой историей. И видно было, что это единственная работа, пожалуй, из всего конкурса, где видно, что не только один человек или маленькая группа людей делали фильм, а вокруг фильма объединилось очень большое количество людей. В Наринмаре открыли Дни Ненецкой письменности. В рамках мероприятия в окружную столицу приедут гости из Санкт-Петербурга и Москвы. В частности, представитель издательства «Просвещение» расскажет об издании учебников новых государственных стандартов. Также на декабрь запланирован фольклорный конкурс с печерянком. Театрализованно-познавательный конкурс «Сбережём родной язык», окружной семинар учителей родного языка и литературы. В сельских библиотеках и домах культуры пройдут выставки книг и предметов ненецкого быта. Там вечера фольклора, интеллектуальные игры и фестивали-конкурсы чтецов. Всем активно участвовать и понимать, что изучив родной язык, изучив традиции и обычаи тех, кто жил здесь испокон веков, мы сможем сохранить самобытность ненецкого языка, самобытность культуры и традиционного образа жизни. Месячник ненецкого языка посвящен 110-летию со дня рождения филолога, писателя, переводчика Антона Пырерки. Первому ученому среди ненецкого народа будет посвящена книжная выставка в библиотеке имени Печкова и конкурс методических разработок, завершаться дни ненецкой письменности круглым столом по реализации государственной политики по сохранению родного языка. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Далее прогноз погоды.